Глава 11. Воспитание воображения. Воображение оказывает исключительно сильное влияние на наши эмоциональные и нервные состояния, поскольку оно обусловливает наше нервное напряжение и наше эмоциональное и ментальное состояние. Тело всегда стремится следовать за воображением. Если в нашем воображении, например, возникает представление о том, что с нами может произойти что-либо неприятное, то все наши мышцы произвольно и непроизвольно напрягаются, защитный механизм приводится в действие и старается подготовить нас к бегству или к атаке. Мысли, которые обычно возникают в нашем сознании, поистине краеугольные камни, на которых мы строим нашу материальную, ментальную и эмоциональную жизнь. Каждая мысль оставляет свой след и вызывает эквивалентное ей эмоциональное состояние. Если мы наблюдаем сцену жестокости в кино, то наши мышцы бессознательно стремятся подражать тому действию, которое мы видим. Предположим, что мы видим, как за человеком гонится лев. Невольно, сами того не замечая, мы начинаем совершать движения ногами, как будто бежим. Мы непроизвольно имитируем напряжение мышц людей, которых мы наблюдаем. По этой причине человеку передается напряжение всех людей, с которыми он обычно общается. Для воображения характерно то, что мы не можем намеренно им управлять. Часто нельзя сказать, что человек воображает что-то. Скорее, его воображение действует само по себе, независимо от «я». Обычно человек не в состоянии остановить поток своего воображения, и образы, возникающие в результате действия цепи ассоциаций, вынуждают его постоянно тратить свою нервную энергию. Воображение, как и большинство других человеческих способностей, подвластно тренировке, и в определенной мере может быть подчинено силе воли. Именно этого мы стараемся достичь посредством специально разработанных упражнений. Когда нервное напряжение и расслабление возникают бессознательно, то, как правило, они являются продуктом воображения, связанным с прошлым, настоящим или будущим. Это не обязательно какая-то конкретная или ясно обозначенная идея. Чаще всего человек воображает ощущения, то есть определенные моменты восприятия, которые реализуются на бессознательном уровне и захватывают его воображение, вызывая определенное психическое состояние. Следует различать три основных типа деятельности воображения. Относящийся к произвольному и сознательному уровню, совершаемый сознательно, но непроизвольно и совершаемый бессознательно. Важно понять, что воображение охватывает все уровни сознания человека, от подсознания до супросознания, если оно есть. Так воображая что-либо, мы не знаем, на каком уровне находится наше сознание, сознательном или подсознательном. Мы настолько тесно связаны с нашими мыслями, что не можем наблюдать за собой, если только не достигнем более высокого уровня бодрствования. Одна из наиболее вредных привычек, связанных с воображением, состоит в том, что человек дает своему воображению полную свободу, и оно блуждает, заставляя его мечтать и строить воздушные замки. Если эта привычка укореняется, то человек постепенно отрывается от реальности до такой степени, что смешивает реальность с воображаемым. В то же время, поскольку человек проецирует «я» на объект воображения, он становится бессознательным и потому открыт для всякого рода негативных внушений извне. Опыты с воображением Два опыта, которые изложены ниже, демонстрируют на практике принцип идиоплазии, воздействие мыслей на физиологические процессы. Опыт А Сделайте простейший маятник, привязав к нитке или тонкой леске длиной 30 см кольцо или ключ. Сядьте за стол, опершись на него локтями, и соединив кисти рук на уровне подбородка. Держите соединенными кончиками средних пальцев маятник за нить, как показано на рисунке 9. Постарайтесь, чтобы маятник висел неподвижно и в то же время вообразите, не закрывая глаз, что маятник начинает качаться вперед-назад. Необходимо ощутить сильное желание, чтобы маятник начал двигаться. Спустя несколько секунд вы заметите, что маятник действительно качается в воображаемом направлении. Вообразите теперь, что маятник качается справа налево, и вы увидите, как маятник действительно будет двигаться в этом направлении. Вопрос. Почему маятник движется? То, что маятник следует воображаемому движению, подтверждает, что экспериментатор совершал неосознанные и незаметные движения своими пальцами, чтобы дать физическое воплощение тому образу, который был в его воображении. Опыт B. Сядьте удобно, закройте глаза, и вообразите, как можно более ярко, что вы стоите у железной дороги. Представьте, что слева направо перед вами проезжает поезд. Во время опыта последите за своими глазными яблоками. Можно заметить, что, хотя веки закрыты, глаза двигаются, следуя за поездом. Вопрос. Почему глазные яблоки двигаются в воображаемом направлении? Движение глазных яблок показывает, что существует очевидная и тесная связь между мыслью и движением глаз. Глазные яблоки всегда стремятся двигаться в соответствии с тем, что человек воображает. Если вместо горизонтального движения представить ракету, взлетающую вверх, то глазные яблоки будут двигаться также вверх. Воспользуемся опытом Б, чтобы разработать технику, которая позволит нам расслабиться. Будем основываться на предпосылке, что существует связь между деятельностью воображения и движениями глаз. Поэтому, если мы успокоим воображение, то и глаза также придут в состоянии покоя. И если мы расслабим глаза, то и наше воображение уменьшит свою активность. Известно, что при функционировании глаз расходуется много нервной энергии. И во время работы, и во время развлечений, и во время сна наши глаза постоянно напряжены. Добившись их расслабления, можно вызвать состояние общего расслабления, контролировать воображение и сократить расход энергии. При полном расслаблении глаз процесс мысленного представления зрительных образов прекращается. Глаза, таким образом, являются инструментом, при помощи которого мы можем контролировать воображение. Когда глаза отдыхают, они находятся в состоянии, называемом «взгляд в бесконечность». На практике глаза почти никогда не приходят в это идеальное положение из-за нашей непрерывной зрительной активности. Когда мы смотрим на что-нибудь, мышцы глаз напряжены, и в результате нам трудно расслабиться. Когда глаза отдыхают, мы чувствуем себя очень хорошо. Всем знакомо то особое психическое состояние, когда мы стоим на берегу моря и смотрим на линию горизонта. Это созерцание дали вызывает расслабление глаз, которое, в свою очередь, приводит к общему расслаблению. Упражнение 5. Расслабление и контроль над воображением. Это упражнение можно выполнять с открытыми или закрытыми глазами, в состоянии покоя или в процессе деятельности. Оно вызывает состояние физического и ментального расслабления, которое сохраняется в течение всего времени выполнения упражнения. Представьте, что вы смотрите назад, сквозь ваш мозг, как будто поле зрения находится позади вас. Не нужно воображать, что ваши глаза развернулись на 180 градусов. Представьте, что они остаются в своем обычном положении, но смотрят назад. Чтобы пояснить это, сравним глаза с фонариком, который внезапно начинает светить не вперед, а назад. Не следует напрягать мышцы глаз. Не нужно так же воображать, будто вы видите что-либо конкретное позади себя. Нужно просто представить, что вы смотрите назад сквозь собственный мозг. Удерживайте эту воображаемую картину в течение всего упражнения. Если вы выполняете упражнения с открытыми глазами, очень важно смотреть прямо вперед, а не по сторонам, и не сосредоточиваться на каком-либо конкретном предмете. В качестве варианта этого упражнения вы можете вообразить, что смотрите вдаль сквозь твердые объекты, не видя их и не сосредоточивая свой взгляд ни на чем. Оба варианта дают одинаковые результаты и могут быть повторены желаемое количество раз в течение дня с минимальной продолжительностью приблизительно 2 минуты, которое может быть увеличено согласно вашей способности концентрации. Это упражнение позволяет достичь так называемого параллельного взгляда, когда взгляд не сходится в одной точке, что приводит к желаемому состоянию расслабления глаз. Со временем следует выработать привычку смотреть спокойно, мягко, без всякой напряженности. Вы также можете прибегать к этой технике, чтобы ментально отдохнуть и избавиться от негативных мыслей. Она также служит основой для достижения состояния ментального вакуума, о котором мы скажем позже. Умственная концентрация Умственную концентрацию можно определить как способность сфокусировать наше внимание на чем-то одном, исключая все остальное. Обычно мы можем сконцентрироваться лишь на тех вещах, которые нас очень интересуют, но нам трудно уделять постоянное внимание тому, что нас не особенно привлекает. Вопреки общепринятому мнению, интенсивная концентрация на определенной работе не вызывает больше расхода энергии, наоборот, она уменьшается. На практике же, когда человек пытается сэкономить силы, он выполняет свою работу без желания, думая, что меньшее усилие позволяет расходовать меньше энергии. Однако человек не осознает, что отсутствие энтузиазма приводит к сосуществованию двух противоположных позиций – внутреннего нежелания работать и жизненной необходимости делать это. Нервное напряжение – всегда результат действия противоположных сил, которые приводят к психофизическому раздвоению человека. При отсутствии раздвоения, человек лучше контролирует себя и избегает растраты энергии, которая неизбежна при сосредоточении внимания на нескольких объектах одновременно. Мы знаем, что беспокойство значительно истощает защитные механизмы тела, создавая нервное напряжение и заставляет человека работать на износ. Все, на что мы направляем наше внимание, начинает нас беспокоить в большей или меньшей степени. Если наше внимание сосредоточено на многих вещах одновременно, как в истории с Чарльзом М, приведенной в главе реальное существование и жизнь в мире фантазий, то это значительно увеличивает степень беспокойства. Многие из наших восприятий, даже сублиминальных, создают для нас проблему, то есть стимул к решению, умозаключению или определенному психологическому состоянию. Например, увиденное на улице происшествие, которое непосредственно нас не касается, вызывает в нашем мозгу интенсивную работу подсознания в ответ на бессознательное беспокойство. Представим, что, просматривая газету, мы наталкиваемся на тревожный заголовок и смутно осознаем, что он означает угрозу войны в определенной точке планеты. Может случиться, что наше подсознание, испугавшись такой перспективы, немедленно начнет строить планы, как обеспечить свою безопасность в таком случае. Для бессознательного воображения это будет оставаться нерешенной проблемой, которая должна будет так или иначе разрешиться и, вероятно, будет беспокоить нас в течение длительного времени, особенно если до нас будут доходить другие подобные новости. Это лишь одно из множества восприятий, возникающих у нас в течение дня. К ним нужно добавить все те, которые хранятся в нашей памяти и которые легко выходят на поверхность сознания, если у нас нет определенной способности к умственной концентрации. Чем больше вещей человек должен включить в поле своего внимания в данный момент, тем более раздробленным становится его «я». По этой причине становится невозможным достижение высокого уровня сознания, которое характеризуется наличием неделимого, цельного и зрелого «я». Есть множество степеней умственной концентрации, соответствующих интенсивности внимания. Оставляя в стороне такую градацию, мы будем различать два основных типа ментальной концентрации – напряженная концентрация и спокойная концентрация. Каждая из них может быть произвольной и непроизвольной. Концентрация произвольна, когда есть намеренное желание зафиксировать внимание на чем-то одном и исключить все остальное, и непроизвольная, когда разум захвачен каким-либо стимулом. Мы будем рассматривать только произвольную концентрацию. Произвольная концентрация является напряженной, когда она сопровождается мышечным усилием, направленной на то, чтобы зафиксировать и сделать более ярким ментальный образ, абстрактный или конкретный. Часто пытаясь сосредоточиться на чем-либо, люди напрягают лицевые мышцы, например, хмурят брови, стискивают челюсти, что само по себе вызывает состояние нервного напряжения. Остановимся на одном исключительно интересном факте, имеющем непосредственное отношение к обсуждаемому здесь предмету. Речь идет о некоторых следствиях состояния напряжения, которых мы еще не касались. Ранее мы рассматривали напряжение как патологию, то есть как чрезмерное напряжение, и анализировали тот вред, который оно может принести организму человека. Тем не менее, как уже было сказано в первой главе, состояние напряжения является естественным и необходимым для активной жизни. Напряжение становится вредным только в случае его чрезмерности. Если говорить об интеллекте, то главная проблема людей прямо противоположна явлению нервного напряжения. В этом случае имеет место патологическая атония. Определим ментальную концентрацию как напряжение воображения, а рассеянность ума как атонию воображения. Не следует путать чистое напряжение воображения с состоянием эмоционального беспокойства, которое вызывает тревожные мысли, приводящие к чрезмерному напряжению. В этом случае происходит невольная концентрация без участия «я». Сознательная концентрация – всегда преднамеренное действие «я». Интеллектуальная атония или атония «я» представляет собой недостаток сознательного мышления и преобладание деятельности подсознания. Главная цель гипсосознания, как мы уже говорили, и о чем свидетельствует само название, это достижение более высокого уровня сознания. Повысить сознание можно при помощи укрепления и достижения полной зрелости «я». Концентрация значительно повышает умственный тонус человека и позволяет ему в полной мере использовать свою волю и созидательное мышление. В своей книге «Ментальный тонус» Жан-Клод Филлу пишет следующее. «Воля, смелость, упорство, самоконтроль и умение сохранять спокойствие в трудные моменты означают состояния, при которых совокупность энергии человека имеет особенно высокий тонус. И наоборот, люди пассивные, инертные и легко возбудимые, обладают очень низким тонусом, так как они понапрасну расходуют свои силы. Сюда же можно отнести остыников всех типов, людей нетерпеливых, нерешительных и беспомощных. Одним словом, тех, кому словно суждено быть игрушкой внешних сил, вместо того, чтобы утвердиться через активное, сознательное приспособление к внешнему миру и оставить в нем свой след. Упорный человек, например, имеет высокий жизненный тонус, тонус, поскольку он умеет использовать свои силы. У нестабильного и импульсивного человека тонус недостаточен, так как он неправильно использует свои силы и плохо управляет ими. Мы могли бы сказать, что недостаток умственного тонуса означает слабость сознания, обусловленную низким уровнем пробужденности, и, разумеется, неправильным обучением, которое сопутствует низкому уровню сознания. В отношении взаимосвязи концентрации и затраты энергии обычно утверждают, что поскольку концентрация требует большого усилия, то ее высокий уровень не может способствовать уменьшению расхода энергии. На самом деле, спокойная концентрация не требует больших усилий и представляет собой способность спокойно удерживать ментальный образ. Наоборот, концентрация, которой сопутствует значительное нервное усилие, без сомнения ведет к большому расходу энергии, особенно, когда она непроизвольна и вызвана внезапным и сильным эмоциональным импульсом. Говоря о концентрации, следует также рассмотреть проблему неспособности человека освободить свой ум от определенных мыслей, эмоций, переживаний или ощущений из далекого или близкого прошлого. Например, любой комплекс – это неспособность освободиться от эмоционального шока прошлого, которое человек считает частью настоящего. Можно сказать, что концентрация не вызывает усталости. Она представляет собой тот ментальный тонус, который должен бы быть обычным для человека. Блуждание мыслей – это гипотония мыслей. Оно не способствует отдыху или снижению расхода энергии, а вызывает энергетический спад. Блуждание воображения не способствует отдыху ума, а наоборот, увеличивает в уме человека число стимулов, каждый из которых создает еще одну задачу, требующую своего решения. Единственный истинно эффективный отдых уму дает состояние, которого можно достичь, научившись полностью освобождать свой ум от мыслей, то есть состояние ментального вакуума, когда поток мыслей временно прекращается. Можно определить это состояние как полную деконцентрацию. Техника достижения умственной концентрации неизменно зависит от того, достигнута ли особая эмоциональная и волевая позиция, когда человек придает исключительное, эксклюзивное значение деятельности объекту или идеи, на которых он хочет сосредоточиться. Это состояние полного безразличия человека ко всему, что не является объектом его интереса. Ключевым фактором техники концентрации является безразличие к другим стимулам и идеям, основанное на волевом усилии. Мы должны также упомянуть еще один очень важный фактор. Когда человек правильно сосредоточивается, он живет в настоящем. Чтобы правильно оценить механизм концентрации, приведем один пример. Человеку гораздо легче сосредоточиться, если он должен это делать, когда существует сильное внешнее принуждение, заставляющее его выполнить работу или разрешить какую-то проблему в определенный срок. Процесс концентрации будет протекать еще легче, если ему грозит наказание за невыполнение задачи в срок. Когда человек хочет на чем-то сосредоточиться, он должен придать первостепенную важность тому, на чем он собирается сконцентрировать свое внимание. Он должен думать, что для него очень важно уделить исключительное внимание интересующему его предмету и что это является вопросом жизни или смерти. Следующее, о чем необходимо помнить, это правильное использование дыхания. Необходимо глубоко вдыхать, чтобы достичь при помощи силы воли концентрации всей своей психофизической структуры. Чтобы сохранить концентрацию, необходимо зафиксировать свое внимание, что может быть достигнуто благодаря более высокой степени пробужденности. Состояние концентрации в действительности представляет собой более высокую степень пробужденности ума. И наоборот, неспособность концентрации всегда вызвана сном ума, то есть низким уровнем сознания. Чтобы эффективно сконцентрироваться, необходимо избегать скуки и умственной дремоты и воспринимать каждую идею, дело или предмет так, как будто вы сталкиваетесь с ними впервые в жизни. Гениев, людей с пробужденным умом, объединяет их исключительная способность к наблюдательности, которая позволяет им при наблюдении любого объекта открыть бесчисленное множество интересных подробностей, которых остальные люди не заметили. В процессе концентрации очень важно не проявлять нетерпение и не думать о времени. Необходимо стараться, насколько это возможно, быть совершенно пробужденным и находиться в настоящем моменте, переживая период концентрации секунду за секундой, а не как отрезок времени. Упражнение шестое. Ментальная концентрация один. Возьмите какой-нибудь предмет, положите на стол и внимательно рассматривайте в течение трех-пяти минут, пока не разглядите все детали. Не нужно спешить и беспокоиться о времени, а просто сосредоточьте внимание на предмете. Потом закройте глаза и постарайтесь воспроизвести предмет в своем воображении как можно более точно. А потом сравните, насколько нарисованный в вашем воображении образ совпадает с реальным объектом. Когда окажется, что вы хорошо помните объект, рекомендуется его сменить. Упражнение седьмое. Ментальная концентрация два. Сидя или лежа с закрытыми глазами, сосредоточьте свое внимание на различных частях вашего тела, начав, например, с мизинца левой руки. Концентрация должна продолжаться примерно 3-5 минут, пока вы не убедитесь, что ваше «я» находится именно в выбранном вами месте. Вы узнаете это состояние по субъективному ощущению «я нахожусь здесь». При выполнении данного упражнения рекомендуется увеличивать время концентрации до тех пор, пока вам не удастся правильно удерживать образ. Главные враги концентрации – это ментальный сон или дремота, отсутствие волевого усилия, отсутствие интереса и нетерпения. Весь процесс концентрации представляет собой преднамеренную спокойную фиксацию воображения. Ментальная пустота Как мы говорили ранее, ум полностью отдыхает только в состоянии ментальной пустоты. Мы определяем ее как временную остановку процесса мышления, предпринятую преднамеренно. Бывают случаи, когда сильный эмоциональный шок приводит к состоянию полной ментальной пустоты в уме человека, так что он в течение какого-то времени не способен реагировать ни на внутренние, ни на внешние стимулы. Шок вызывает резкое внезапное возвращение к самым ранним стадиям интеграции, и человек пытается найти укрытие внутри себя, временно прекращая всякую связь с самим собой и с окружающим миром. Ментальная пустота также представляет собой временную приостановку контакта с внешним миром и с самим собой. Если мы кратко проанализируем, скольких усилий стоит человеку его взаимоотношение с внешним и внутренним миром, то легко поймем, какую пользу можно извлечь из отдыха от мыслей. На первый взгляд кажется, что сон является отдыхом не только для тела, но и для ума. Однако нам известно, что мышление не прерывается во время сна, оно лишь переходит с сознательного уровня на подсознательный. Как мы уже наблюдали по шкале сознания, во время сна не происходит никаких изменений в интеллектуальной деятельности человека, помимо снижения уровня сознания и вследствие этого усиления анеерического состояния. Не следует забывать, что наше подсознание является частью нашего мозга, и значит, когда мы спим, наш мозг также или даже более активен, чем когда мы бодрствуем. Таким образом, наш ум никогда не отдыхает, и во время сна он только временно уходит от реальности. Состояние ментальной пустоты является очень глубоким процессом, если достигается правильно, так как до определенной степени оно охватывает как сознательную, так и подсознательную деятельность воображения. Сознательно достигая состояния ментальной пустоты, то есть действительной остановки своих мыслей, человек получает огромную пользу. Существуют разные степени ментальной пустоты, и трудно говорить об абсолютной ментальной пустоте, так как всегда имеет место определенная подсознательная деятельность. Необходимо стараться достичь состояния наиболее близкого к абсолютной ментальной пустоте. Конечно, по-настоящему глубокой ментальной пустоты можно достичь только при регулярной тренировке. Упражнения для воспитания воображения в действительности представляют собой своего рода умственную гимнастику, которая позволяет человеку достичь волевого контроля над своими мыслями, а также осознать наличие у себя высшего типа мозговой деятельности. Как физические упражнения развивают определенную группу мышц, так эти упражнения позволяют достичь определенного контроля над мышлением. Таким образом, упражнение ментальная пустота позволяет повысить ощущение собственной умственной деятельности, что дает возможность почувствовать изменения в состоянии мозга во время мышления и при остановке мышления. Повторим еще раз, что практика ментальной пустоты единственно возможное и реальное средство, позволяющее уму отдохнуть. Нельзя недооценивать пользу, получаемую от выполнения этого упражнения, хотя новичку она может показаться преувеличенной. Скажем только, что ментальная пустота дает человеческому интеллекту необходимую ему смену активности и отдыха, что характерно для всех живых организмов. В определенной степени ментальная пустота представляет собой значительно более глубокий отдых, чем сон. Каждый день, просыпаясь, мы ощущаем несоответствие между энергетическим обновлением нашего организма и нашим ментальным состоянием. Багаж нашего жизненного опыта лежит слишком тяжелым грузом на нашей психике и не дает нам воспринимать жизнь с необходимой интеллектуальной свежестью и бодростью. Сон восстанавливает нашу физическую энергию и в определенной степени представляет собой ежедневное возрождение. С другой стороны, ум из-за своей непрерывной деятельности просыпается таким же изнуренным и больным, каким он был прежде. Ментальная пустота, после того, как мысленная деятельность человека была приостановлена, дает ему возможность эффективно обновить ум и стать свежим, обновленным и бодрым. Это, безусловно, позволяет достичь большей эффективности в работе и устранить усталость мозга. Нам также известно, что ментальный тонус или ментальное состояние человека имеет огромное значение для сохранения его тела молодым и здоровым. Ментальное здоровье и ментальная молодость в значительной степени означают физическое здоровье и молодость. Мрачные мысли, например, сильно влияют на биологические сопротивляемость и равновесие, постепенно разрушая их. Позитивное состояние ума и большое желание жить в значительной степени влияют на способность человека к физиологическому восстановлению. Это подтверждается анализом физического и психического состояния людей в послеоперационный период, после перенесенного серьезного хирургического вмешательства. Люди, настроенные положительно, поправляются гораздо быстрее, у них намного больше шансов выжить, чем у тех, кто подвержен отрицательным мыслям и не имеет большого интереса к жизни. Упражнение восьмое. Ментальная пустота. В эксперименте Б, приведенном в этой главе, мы установили наличие зависимости между функционированием глаз и воображением. Достижение ментальной пустоты обязательно начинается с расслабления глаз. Чтобы освоить технику выполнения этого упражнения, необходимо делать его в три этапа, как описывается ниже. Первый этап. Сидя или лежа в удобной позе, закройте глаза и сосредоточьте на них свое внимание. Через какое-то время вы заметите, что ваши глазные мускулы напрягаются и расслабляются, а веки продолжают подрагивать, хотя глаза закрыты. Вы должны постараться при помощи воли полностью прекратить это легкое подрагивание и расслабить глазные мускулы. Нужно продолжать концентрацию до полного прекращения активности век и глаз. На этом первый этап завершается. Второй этап. Во время второго этапа вы должны забыть о глазах и сконцентрировать внимание на вдохе и выдохе, пытаясь отождествиться с легкими подъемами и опусканиями вашей грудной клетки. Вы должны ясно почувствовать это чередование вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. Не следует дышать глубже обычного. Дышите нормально. Третий этап. Через какое-то время, когда вы почувствуете, что достигли полного отождествления со своим дыханием, вам следует забыть о процессе дыхания и сосредоточить внимание на воображаемом черном цвете до тех пор, пока он не начнет самопроизвольно исчезать. Все три этапа упражнения следует выполнять в состоянии полной неподвижности. Сложно сказать, сколько времени необходимо для выполнения каждого этапа, поскольку это зависит от индивидуальных особенностей человека и результатов, которые ему удастся достичь. Ни в коем случае нельзя переходить к следующему этапу, не справившись полностью с предыдущим. Последний, третий этап может длиться столько, сколько необходимо. Вероятно, самое важное стараться не испытывать сонливости, используя для этого силу воли. Если человек засыпает, это означает, что упражнение выполнялось неправильно, если только целью была не ментальная пустота, а расслабление. Если вы чувствуете необыкновенное спокойствие и ментальную ясность, это значит, что вы все делаете правильно и должны продолжать упражнение до тех пор, пока вы действительно не достигнете ментальной пустоты. Что чувствует человек, достигая состояния ментальной пустоты? Ничего. Абсолютно ничего. Восприятие полностью останавливается. Больше всего это напоминает состояние подвешенности в настоящем моменте. Нет ни времени, ни движения, ни восприятия. Давайте вспомним о том, что не существует полной ментальной пустоты, и что в мозге всегда происходит определенная бессознательная деятельность, хотя она и бывает сведена к минимуму. Вероятно, самым точным описанием ментальной пустоты является следующее. Максимально возможная остановка потока сознательного и бессознательного мышления. К сожалению, не существует слов для описания ментальных состояний гипсосознания, поэтому необходимо их создавать, прибегая к сравнениям, которые помогают прояснить способ действия определенного психического механизма. Возможно, что в начале упражнения «ментальная пустота» может вызвать уменьшение продолжительности вашего сна. Это не должно вас беспокоить, поскольку причиной является лучшее и более эффективное восстановление энергии во время сна, так что вам уже не потребуется спать так много, как прежде. При более совершенном выполнении упражнения «ментальная пустота» человек может заранее установить его продолжительность, по истечении этого времени автоматически восстанавливая свое привычное состояние сознания. Это упражнение следует выполнять в три этапа, пока вы не научитесь его делать. Когда вы овладеете упражнением, все этапы должны слиться в один. Продолжение следует... Продолжение следует...